Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край, на котором я вам рассказываю, показываю, куда же можно переехать на ПМЖ, ближе к городу Краснодару, либо на море. Теперь вы просите, а мы выполняем ваши пожелания и переместились на Черное море, в город Анапу. Сегодня мы с вами в ближайшем окружении города Анап. Посмотрим поселок Джигинко. И предлагаю вам здесь варианты домов, которые мы подобрали в хороший бюджет. И мне понравились. Будем с вами смотреть сегодня дом площадью 123 квадратных метра, расположенный на 4 сотках земли. По фасаду дом 19 метров. Сейчас пойдем посмотрим с вами участок, какой он в конфигурации, что у нас есть. Дом пока находится в стадии готовности 90%. Порядка 1,5-2 месяца вся предчастовая отделка внутри будет доделана. Будет стоять забор по фасаду и забор по участку. Будут откатные ворота, калиточка, въезд под машину, все как положено. Ну и также отмостка. Пойдемте смотреть непосредственно на сам участок. Сзади за домом есть терраса. Показывала вам перед этим обзор дома. Ссылочку повешу вот сюда. Одноэтажный дом, площадь чуть-чуть поменьше 96 метров на земельном участке в 5 соток. Площадь ее 96, да, сказала, по цене 4500. Кому, если нужно поменьше и по цене подешевле, вот сюда ссылочку. Здесь у нас преимущество, что здесь есть терраса с выходом из кухни-гостиной. И, в общем-то, сзади места вполне себе, мне кажется, достаточно для того, чтобы посадить грядки, поставить теплицу, поставить бассейн, если он нужен. Ну, смотрите, вот до забора, в принципе, места вполне себе достаточно. Пойдемте, что мы сделаем, осмотрим сам дом и расскажу еще раз по строительству. Потому что два дома у нас типовых, по сути, строились одинаково. Там внизу у нас керамзический блок, далее утеплитель пеноплекс пятеркой и штукатурный декоративный штукатурка и караед. Фундамент 80 сантиметров, ленточный и коммуникации, еще раз скажу, да. Центральная здесь вода, вода, свет, 10-15 киловатт свет подведены. Газ идет по улице, подключить проблемы нет, порядка 180 тысяч стоит подключение. Вот этой вот сложности, которая сейчас существует в Краснодаре и вокруг Краснодара, что газ есть у соседа, а тебе, может быть, не разрешат, потому что нет давления в трубе, здесь этой проблемы нет. Поэтому смело говорю, что газ по улице, порядка 180-200 тысяч вы его подключите. Пойдемте смотреть далее дом. 123 метра общей площади, в двух этажах. Open space у нас пространство на первом этаже, которое совмещает кухню, столовую и гостиную. Санузел на первом этаже прямо при входе. Ну, смотрите, достаточно удобно будет здесь расположить зону прихожей, да, вот с двух сторон. И далее оборудовать здесь санузел. Санузел первого этажа, квадратные формы, ну, наверное, как обычно на первом этаже душ, да, и необходимая сантехника. Площадь здесь будет порядка 4 квадратных метров. По первому этажу также предусмотрен теплый пол, продолжает вестись работа, да, здесь уже залит черновой вариант. И также готовится пол под бетонную стяжку. Стены сейчас оштукатурены, далее они будут отшпаклеваны, отгрунтованы, все как положено, затерто и приведено в предчистовое состояние. Вот мы с вами переместили в зону кухни-столовой. Да, смотрите, через такое, через арочное пространство поделены две зоны. На зону кухни-столовой и зону гостиной. Тот вариант жилья, да, вот первого планировки первого этажа, когда вот прям хотите огромную-огромную площадь. Не предусмотрена комната на первом этаже. Для кого-то это плюс, для кого-то минус, кто-то нейтрально к этому относится. На втором этаже у нас полноценные три жилые спальни. Ну, многим нравится, я точно знаю, молодым семьям обычно, с детьми нравится, когда вот первый этаж, это что-то такое, прямо огромная-огромная какая-то площадь. Ну, выглядит на самом деле здорово. И прям представляешь, да, как будет стоять мебель. Сейчас новогодняя пьелка, если стало, было бы очень красиво. Ну, что, друзья, зона кухни-столовой, правильная прямоугольная форма, площадь данного помещения, здесь порядка 25 квадратных метров, готовится, тянется вся разводка необходимая по электрике. Здесь также будет теплый пол, выведены уже все необходимые розетки, выключатели, витражное остекление для выхода на террасу, можем ее отсюда с вами наблюдать. И наш 24 декабря в Анапе выпал снег, буквально на несколько денечков порадовать жителей и гостей города. Да, говорю, что Анапа очень красивая в Новый год, вчера походили, погуляли, посмотрели, такая иллюминация красивая, готовы все к Новому году. Пойдемте смотреть дальше. О, любимое мое подлестничное пространство, да? Ну что, лестница у нас бетонная, которая ведет на второй этаж. И далее три жилые комнаты плюс санузел. Ну, давайте смотреть первой комнаты. Самая большая, думаю, будет комната у нас вот эта, площадь данного помещения порядка 17 квадратных метров. И в этой комнате есть вот такое дополнительное помещение. Ну, друзья, у меня вот прям есть два варианта, как это можно использовать. Если учесть, что вот здесь за стеной у нас санузел, да, я бы, наверное, поделила ее на две части и поставила бы вторую дверь. И сделала бы собственный санузел у себя в комнате и место оставила под гардеробную. Сейчас, я думаю, что это помещение полностью предусмотрено под гардеробную. Но пока ведутся строительные работы, можно все предусмотреть и быстренько сделать, да, чтобы здесь был и санузел, и гардеробная. Если вдруг это кому-то интересно. А так вообще большущая комната, собственно, гардеробной. Пойдемте смотреть дальше. Следующая комната площадью порядка 13 квадратных метров. Комната будет здесь у нас с балконом. Балкончик на фасад дома. Облегченную конструкцию сюда поставить перила. Ну и будет очень симпатичный фасад. Хорошая комната по площади. Стены, повторюсь, все будут доведены до причастовой отделки. И еще одна комната. Комната площадью порядка 13 квадратных метров. Правильной квадратной формы. И есть вот такая небольшая здесь ниша. Ниша прямо тоже хочется сюда, да, прям вставить какой-то хороший шкафчик. Ничего не может быть использовано просто так. Ну, хорошая по площади комната. И по планировке здесь очень легко сориентироваться. Мы с вами поднялись по лестнице. И у нас три жилые комнаты. Первая комната, вторая комната, третья комната. И за мной расположился санузел. Санузел второго этажа совмещенный площадью. Здесь он побольше. Здесь будет порядка 6 квадратных метров. Стандартная, типовая, хорошая планировка для семьи в данном доме. По стоимости дом стоит 5 миллионов 300. Если заинтересовал данный объект на земельном участке в 4 сотки в площади 123 квадратных метров предчастовой отделки с центральными коммуникациями, пишите, звоните. С удовольствием вам его покажем. Инфраструктура в поселке вся есть, море рядом. С вами я, Екатерина Романенко. Подписывайтесь на наш канал.